Это страшное слово измена. А еще куда мучительнее сомнения. Изменяет или нет? Я Наталья Родомская, специалист по отношению мужчин и женщин. И сегодня я вам расскажу об основных критериях, по которым можно понять. Изменяет вам ваш любимый мужчина, либо же просто это ваши страхи. Первый критерий – его телефон. Если раньше он был везде, то сейчас телефон начинает исчезать. Мужчина в ванную и телефон с собой, в туалет с собой, на кухню с собой. Либо кладет его экраном вниз и выключает звук. Вы спрашиваете, для чего? И он говорит, не хочу, чтобы нам с тобой мешали. Мало ли кто там будет звонить. Ну а кто может? Любовница звонит. Серьезный звоночек. Второй критерий – это внимание к вам, необычное. Либо гипервнимание на фоне собственного чувства вины, либо раздражение. Чего ты закрыла дверь? Чего ты бахкаешь? Когда вы спрашиваете, как ваши дела, как твои дела, дорогой? Он говорит, нормально. То есть такие ответы на пустом месте. Опять-таки серьезный звоночек. И третий критерий – когда у мужчины появляется общение с друзьями. Очень частые встречи с друзьями, а также появляется перспективная, но безденежная работа. Задержки на работе. То есть денег нет, денег больше не стало, но работа перспективная. Существуют провокации, благодаря которым вы можете понять, изменяет или нет. Провокация номер один. Возьмите его мобильный телефон, при нем, и начинаете так листать. Если мужчина напряжется, или что ты взяла, дай-дай-дай сюда, значит ему есть что скрывать. С кем-то он там переписывает, а? Например, мужчина приходит домой. Это вторая провокация. И вы к нему подходите и так. А чем это от тебя так пахнет? Если мужчина не виновен, он скажет, да и что, не знаю, в смысле, чем пахнет. Нормальный, пирожки кушал там. Если мужчина был с женщиной, он сразу скажет, ой, да я проходил мимо парфюмерного магазина, хотел тебе духи купить, просто смотрел. Либо женщина обменяла там маршрутки, тюрность, она сильно пахла. Либо там, насчет нервничать, какая-то такая реакция, вы заметите, все, значит он был не с друзьями, не на перспективной работе. Третья провокация, когда вы спрашиваете его, как там Толик, ты же вчера с ним встречался. Или как Володя? Если мужчина, правда, был с друзьями, он обязательно расскажет, как у них дела. Тот женился, тот развелся, там с женой что-то, или на работе. Если же он был не с друзьями, он скажет, по-старому, ничего нового. Вот. Понимаете? Проверяйте, провоцируйте, наблюдайте, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А с вами была ваша Наташа.